Всем привет! Я опять на пляже в Азурном, полдень. Хотя какой нафиг полдень-то, уже далеко за полдень, сейчас скажу вам, уже 14 часов 12 минут. А у меня все полдень. Ну, как вы поняли, дела государственной важности, поэтому как бы малость занят. И вот так вот припозднился, но тем не менее, без моря вас оставить, конечно же, я не могу. Ну, любуйтесь, море, сами наблюдайте, сколько народа. Люди есть, не скажу, что мало, не скажу, что много, люди есть. Недалеко от берега входят пиратские корабли. Пираты не высаживаются, но как бы вот так. Ну, а я сейчас пойду, схожу быстренько на причал. Посмотрю температуру, потому что больно мне самому интересно, действительно, печет-печет солнышко. Явно за 30. Я думаю, более 30-40, хотел бы сказать, более 30 на солнышке. Сейчас узнаем, все, посмотрим. А потом быстренько-быстренько такой скрупнусь. Ну, и поделюсь с вами своими впечатлениями на море. Ну, пока иду, вот, немножечко покажу вам набережную. Не пошел по пляжу. Пляж вы уже все видели. Не однократно, да и набережную тоже, но... Здесь менее жарко, что-то, мне кажется, даже, знаете... Солнышко светит, все хорошо. В общем, лето, фактически лето. За исключением того, что вот вечерком, все-таки, и с утра, все-таки есть ветерок. По прохладе. Ох! Опять она попала в кадр. А я не буду вас сильно терзать. Уже надоевшими, наверное, вам слегка видами. И встретимся там, где-нибудь, на пляже, на причале. Как получилось, что пиратский корабль прям меня догоняет практически. Смотрите. На бананте, бананте канад. Синий кирс в укрябном большой, устойчивый, без переворотов, ребята. Вот, смотрите. Наш паразитик завершил посадочком. Сейчас пойду поближе, покажу вам, насколько это можно поближе, конечно. Сейчас он поплывет же. Метров сто. Был бы я на круг, конечно, бы я его снял бы получше. Ну, в принципе, и так нормально. Есть заводные места в кадре, есть заводные... Прям практически у причала. Есть фанатики, что на сегодняшний работают в трескатере 3-4-5. Подходите, мы взяли, друзья. Вот так. Так, друзья, я забрался на причал. Нифига себе, сказала я себе. 47 градусов на солнышке, ребятки. Я же чувствую, что не к добру все это. Точнее, к добру. Жарко очень, так жарко. 14-19. Ну, понятно, что сегодня 10 число. Скорее всего, сентября. И вот, сейчас мы увидим с вами температуру. Я постараюсь приблизить, чтобы потом... 47. Я понимаю, что это на солнышке, но... Сами понимаете, что в тенечке... Вы тоже не замерзнете-то. От лютых заморозков. И что-то как-то иния тоже тут не наблюдаю. Народ отдыхает, загорает. Тут реально жарко. Очень даже жарко. И я, пожалуй, пойду тоже окунусь. Да пойду домой. А что не окунуться-то? Море классное. Ну, хотя, знаете, с утра она была более прозрачная. Будем откровенны. Буду, точнее, не буду вас обманывать. Мутненькая такая, матовая. Но, думаю, теплая. Сейчас проверю водичку. И я обязательно поделюсь с вами информацией, какая она теплая, холодная. Но только градусы точно я вам не скажу. Нет у меня в попе термометра, в попе дырку. Не тут. Я пошел искупаться. Я не соглашусь. Где? Я пошел искупаться. как вы поняли я уже захожу в воду был эффект берега сейчас разница перепад точнее температур чувствуется сразу скажу вам откровенно как если 47 на уличку то уж как бы в воде 26 почувствуешь но как только зашел в воду стоял буквально несколько секунд даже минутки не прошло и ты чувствуешь на разницу такое море теплая какое на хорошие или какой-то отмороженный в данном случае нет мороженое действительно был на солнышке и перегрелся потом некомфортно вот чего и вам желаю приходите на пляж лазурный катайтесь на колесики обозрения вот на там и купайтесь да водичка как я уже говорил так себе в плане прозрачности по температуре вполне меня устраивает я бы с радостью куда-нибудь заплыл бы ну пока мне нет такой возможности а водичка классная хотелось бы чтобы она конечно было почище я не до прозрачной но это будет будет подождите скоро очень даже будет но кто-то запел песня что-то не так пошло очень приятно скажу очень приятно когда ты заходишь такой вот перегрет и вроде бы кажется прохладную воду а потом понимаешь что она теплая и так тебе комфортно и хорошо и выходить не хочется ну как говорится есть такое слово надо вот она постоянно меня преследовать вот уже несколько дней и есть приятная надо есть не очень ничего все нормально классно классно бархатный сезон продолжается погодка отличная если вас немножко пугает утра беда там допустим вечер возьмите кофточку с собой на всякий случай и не пожалеете что приехали сейчас два часа дня поэтому народу на праздник отца чуточку поменьше это действительно так но покрывается еще по-прежнему по прежнему находится здесь на пляже значит они еще вернутся я имею ввиду хозяева покрывал редко кто их когда оставляют на ночь хотя и бывают такие случаи жирные ну что дневной обзор можно сказать состоящийся вот он будет вот такой вот была и морская сухопутная часть я думаю уже хватит много не надо все одно и то же поэтому говорим до новых встреч и потопаю домой если вдруг что-нибудь будет интересно конечно же я вам покажу и расскажу ну а пока все на всякий случай говорю вам до свидания